Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре, вебинаре, посвященном истории искусства, цикл, который ведет у нас Марина Георгиевна Пивень. Прежде чем предоставить слово нашей сегодняшней ведущей, я хотел бы вас познакомить с теми полезными ссылками, которые располагаются в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на главную страницу нашего сайта, и на этой странице вы можете зарегистрироваться на все мероприятия, онлайн мероприятия до конца нашего учебного года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. Пожалуйста, подписывайтесь на наш видеоканал, запись этого вебинара через день-два тоже появится на этом канале. Она уже ведется. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов Директ Академии, и на ней мы предлагаем вам для обучения 10 разных курсов. Последние два курса, вот они будут запускаться в ближайшее время. Один из них, курс Лидии Мазуновой, будет запускаться 12 марта. Второй курс, Марина Орешко, будет запускаться в апреле. Дата пока не определена, но это будет, скорее всего, начало апреля. Наконец, последняя ссылка ведет на страницу, где можно приобрести сертификат после окончания нашего вебинара. И я хотел бы также проанонсировать три следующих вебинара как раз до конца нашей предпраздничной недели. В среду, завтра, в 15.00, вебинар Марина Орешко, библиотечные видео от слайд-шоу до буктрейлеров. 21 февраля, в четверг, в 12 часов, вебинар Ларисы Бух, закон о самозанятых, выход из тени или ловушка. На мой взгляд, очень интересный вебинар для преподавателей, у которых может быть какая-то подработка. Ну и, наконец, в пятницу, 22 февраля, Татьяна Телегина проведет вебинар «Вибометрия. Новое направление библиометрии». Ну что ж, у меня все. И я приглашаю Марину сегодняшнего вебинара. Марина, прошу. Добрый день у вас вебинара. Как всегда, есть доступ к скачиванию презентации. Я уже увидела, собственно, вопросы относительно доступности этого скачивания. К сожалению, презентация, в общем, достаточно большая. Возможно, с этим связаны проблемы при скачивании. Ну, у некоторых слушателей, собственно, такие проблемы возникают. К сожалению, не знаю, чем здесь можно как-то помочь. Сегодняшняя тема нашего вебинара связана с ситуацией в истории искусства, которая сложилась к началу 20 века. Собственно, рождению авангардных направлений, которые появляются вот такой яркой чередой в искусстве 20 века, предшествовали напряженные искания и борьба направлений века 19. К середине 1880-х годов вот тот заряд новизны, заряд новых идей, которым обладал импрессионизм, идет на спад. И происходит ряд событий, которые, собственно, стали вехой в отчете новых тенденций в искусстве 19 века. В середине 1880-х годов проходит последняя совместная выставка импрессионистов. В 1886 году в издании «Фигаро литтерер» был опубликован манифест символизма французского поэта Жанна Мариаса. Наконец, в это же время, собственно, впервые была выставлена картина Жоржа Сюра, ставшая манифестом, собственно, нового направления в живописи, пуантилизма. И все вот эти события совпали, собственно, с внутренней готовностью поколения художников, которые начинали свой путь с импрессионистического видения. Но, собственно, в дальнейшем желание вот этой плеяды художников чрезвычайно разнообразных, чрезвычайно ярких, разных по манере, по творческим устремлениям. Но, собственно, пути их сходны в одном, в желании передавать не сиюминутные, но длительные, вот такие изначально присущие состояния природы, жизни, как материальные, так и духовные. И в череде этих блестящих ярких мастеров, поколение которых, собственно, именуют пост-импрессионистами, одно из главных мест принадлежит художнику, чей творческий путь был чрезвычайно кратким, если иметь в виду простую хронологию, Винсент Ван Гог. Собственно, за тот срок, который отведен был в его творческой жизни, а это всего лишь около 10 лет, он успел написать порядка свыше 850 картин, создать порядка 1200 графических произведений, рисунков и гравюр, и сумел оказать влияние на дальнейшее поколение мастеров, собственно, не случайно его называют в числе крупнейших предшественников авангарда, художников, которые, ну, действительно, на несколько шагов, собственно, предшествовали рождению новых абсолютно направлений, которыми будет богато начало 20 века. Винсент Ван Гог родился в 1830 марта 1853 года в семье протестантского пастора в провинции Северный Брабанд на юге Нидерландов, и там же он провел свое детство с искусством, впервые познакомился в 17-летнем возрасте, когда поступил на службу в галерею Гупель в Гаге, и, собственно, некоторое время являлся представителем этой торговой организации, торговой фирмы, в качестве ее представителя выезжал в европейские столицы, в Лондон и Париж, но, собственно, вот такая размеренная деятельность коммерсанта, безусловно, горячей натуре Винсента Ван Гога не соответствовало, собственно, его характеру. И к 1876 году Винсент окончательно охладел торговлей живописью и принял решение пойти по стопам своего отца. Сначала в Великобритании он нашел работу учителя в школе-интернате в небольшом пригороде Лондона, там же исполнял обязанности помощника пастора, и в 1876 году провел свою первую проповедь. Винсент изучает теологию. В конце 70-х годов он проповедует в Шахтерской области Баринаж, получает там должность светского проповедника в Шахстерском центре на юге Бельгии. Соответственно, это место, в котором он видит свое призвание, это деятельность, в которой он, как ему кажется, может реализовать себя, старается помочь всем нуждающимся, посещает больных, учит грамоте детей, читает неграмотную Библию. И, собственно, в этот же период вот такой чрезвычайно плодотворной, благородной деятельности у молодого еще совсем человека возникает желание рисовать. Собственно, в искусстве вот эта подвижническая сторона натуры Винсента Ван Гога и смогла реализоваться с максимальной силой. Следуя традиции, в 1880 году он поступает в Королевскую академию художеств в Брюсселе, однако размеренный академический уклад тоже, собственно, не соответствует его горячей натуре. Винсент оставляет курс и продолжает свое образование, работая самостоятельно, используя репродукции знаменитых картин. А в 1881 году в Голландии работает некоторое время под руководством своего родственника, художника-пейзажиста Антона Мауга. Для художника, родившегося в Голландии, собственно, неудивительно обращение к натюрмортам и ряд первых произведений, созданных Винсентом Ван Гогом. Это бытовые предметы, написанные им в манере, собственно, присущей голландской живописи. В дальнейшем Винсент обращается к простым сюжетам, которые связаны с бытом простых людей. В это время он много изображает крестьян, занятых работой, углекопов, изображает людей, занимающихся повседневными обязанностями, женщин за прялками, изображает нехитрую обстановку крестьянских хижин и скудные угощения крестьян. Винсент Ван Гог оставил нам, помимо своих выдающихся произведений, вот такие ценнейшие свидетельства собственной духовной жизни. Это, прежде всего, его переписка с друзьями и особенно с младшим братом, Теодором, Тео, с которым у Винсента были особенно близкие отношения и который всегда явился, собственно, главной поддержкой для художника на сложном его жизненном пути. И, собственно, вот эти тексты, они показывают нам, дополняют, собственно, его живописное наследие, показывая внутреннюю жизнь художника. В этот период Винсент много размышляет о природе живописи, о труде живописца, о темах, которые настоящий художник должен выбирать для себя. И в одном из писем он пишет следующее. «Фигурка землекопа, вспаханные борозды, кусок земли, море и небо, сюжеты такие серьезные, трудные и в то же время такие прекрасные, что передача, скрытая в них поэзия, безусловно, стоит посвятить жизнь». Ну, к числу первых произведений, созданных художником, относится написанное в апреле-майе 1885 года полотно «Едоки картофеля». Соответственно, характерные особенности, манеры Винсента в этот ранний галатский период полностью проявлены в этом полотне. это вот такая плотная гамма темных тонов, пастозные мазки. Соответственно, многие работы, которые на свете Ван Гога сохранилось, собственно, хорошо, и мы имеем возможность увидеть, как шла работа над созданием таких полотен. Художник пишет множество этюдов, портретных этюдов голов крестьян. И в целом, вот эта его способность увидеть великое в абсолютно повседневном, увидеть волнующее и вечное в простых занятиях бедных, малообразованных людей, в простых предметах, которые он с увлечением пишет. А для Винсента одной из основных идей, собственно, была убежденность, что искусство требует упорной работы. То есть, в отличие от художников, которые прежде всего прославляли творческую одержимость и какое-то вдохновение, в своих писаниях Винсент постоянно говорит о работе как основной, собственно, движущей силе труда творчества художника. В одном из писем он напишет брату «Надеюсь сделать как можно больше этюдов». Они семена, из которых потом вырастают картины. И с увлечением, собственно, создает эти этюды. Его вдохновляют весенние или осенние ивы. Его вдохновляют, безусловно, классические для этюдов живописца статуэтки античной скульптуры. Но в то же время вот эту поэзию и жизненное дыхание он видит в вещах совершенно простых. Так, например, он изображает птичьи гнезда. Есть ряд этюдов, которые сделаны со старой изношенной обуви. Даже такие простые предметы, вот эта наблюдательность Винсента Ван Гога, а он был, несомненно, наделен даром вот этого уникальной наблюдательности, умения увидеть краски земли, почувствовать красоту земли, травы, деревьев, неба. Из его писем мы знаем, что он мог часами любоваться видом черепичных крыш из окна, наблюдать за движением облаков. Но точно так же он мог заставить заговорить и вот эти абсолютно, казалось бы, простые и лишенные какой-то поэзии предметы. Вот эти старые башмаки, которые видывали множество дорог, которые лишены блеска новой обуви, тем не менее, именно они привлекают его внимание и становятся средоточием, собственно, его взгляда на мир в том числе. Важным периодом становится для Винсента его переезд в Париж. Собственно, парижский период в творчестве Ван Гога продлился с 1886 по 1888 годы, когда он переезжает из Голландии в Париж к своему младшему брату Тео, который к тому времени занял пост ведущего, собственно, коммерсанта галереи Гупель на Манмартре. И здесь манера Винсента меняется под влиянием тех мастеров-новаторов, с творчеством которых ему довелось близко познакомиться. здесь он познакомился, собственно, с творчеством импрессионистов, свел дружбу с Полем Гогеном, был знаком с Клодом Мане, с Камильем Писаро, и его авторская индивидуальная манера меняется под воздействием, собственно, вот этих тенденций, который он наблюдает в искусстве Парижа. Вместо темных полотен появляются залитые светом картины, появляются светлые чистые краски, складывается его своеобразная манера, основанная на живописи мелкими мазками, на использовании вот таких энергичных штрихов со своеобразным ритмом, часто имеющим такой волнообразный характер. В Париже тех лет художники отдают дань, собственно, изображению досуга, изображению чудесных парижских бульваров. Вслед за парижскими мастерами обращается к этим темам и Винсен. также одним из важнейших увлечений Парижа того времени было искусство Японии, собственно, открытое в то время французами и надо сказать, что Винсент и Тео также были чрезвычайно увлечены японской гравюрой, японской живописью. художники собирали те образцы гравюр великих японских мастеров, которые попадали в поле их зрения. И Винсент, как и многие другие художники, посещает лавочку Жюльена Франсуа Танги, которого художники между собой запросто звали папашей Танги. собственно папаша Танги продавал краски, кисти, необходимые живописцам. И там же можно было обнаружить и вот эти замечательные образцы работ японских художников. Не случайно поэтому собственно портрет папаши Танги выполнен следующим образом владелец маршан, владелец вот такой лавочки изображен на фоне работы японских японских мастеров. посещает Винсент и знаменитое кафе Тамбурин пишет портрет его хозяйки о гостин Сигаторе. Следующий чрезвычайно важный этап в его творчестве будет связан с югом Франции. В феврале 1888 года Винсент переезжает на юг в Прованс в Арль и собственно вот этот приезд был связан с невероятным творческим подъемом в жизни художника. Не случайно ряд работ весной этого года посвящен цветению садов в Арле. Он изображает цветущие персиковые деревья персиковые и абрикосовые деревья. Вот это цветение как символ надежды как символ жизни обновляющейся ежегодно показывает настроение художника в начале его пребывания в Арле. И надо сказать что как и многие художники которые наделены особым чувством цвета Винсент Ван Гог также чрезвычайно много обретает под южным жарким Арльским солнцем которое заставляет иначе звучать привычные краски. В некоторых работах как вот в этом весеннем пейзаже из музея Метрополитом заметно как раз влияние японского искусства в линеарной вот этой изысканности стволов и ветвей деревьев кустарников. Винсент пишет вот эту благоухающую оживающую весной природу и в то же время изображает здесь орудие труда человека грабли которые собственно символизируют здесь присутствие человека человека который проживает свои дни трудится на вот этой абсолютно прекрасной земле. Пейзажи этого периода часто как раз обретают вот ту самую яркость и звучность красок красочных аккордов. Винсент работает живым подвижным мазком. Мазок кисти часто направлен совершенно в разные стороны в соответствии с ростом стеблей, ветвей, с расположением почвы. Рядом оказываются совершенно чистые вот такие цвета. В то же время легкость вот этой манеры связаны с быстротой работы. Вот в этой, например, композиции мы можем увидеть, что местами сквозь вот эти быстрые беглые мазки просвечивает грунт холста. весна, которая обещает скорое лето, теплые дни, цветы, много собственно интересных занятий, сменяется красками лето. И в ноябре 1888 года Винсент пишет одну из самых замечательных своих работ «Красные виноградники в Арле». Однажды осенью художник написал брату в этот период «Мы видели совершенно красный виноградник, красный, как красное вино. Издали он казался желтым, над ним зеленое небо, вокруг фиолетовая после дождя земля, кое-где на ней желтые облески заката». Собственно, вот вот это вот этот дар видения цвета, который еще усиливался благодаря южному солнцу, сполна воплотился в этой композиции. Этот пейзаж с работающими крестьянами был написан в окрестностях аббатства Мон-Мажур во время сбора винограда. и в нем воплотилось и отношение Винсента к красоте природы и в целом его наверное характер картины мира, когда вот это великолепие красок земли дополнено образами человека, который трудится на этой земле. вот это раскаленное добела солнце, которое освещает все вокруг, заставляет цвета меняться, заставляет их казаться ярче. И стало собственно это полотно стало одной из немногих картин, которые были проданы собственно при жизни художника. Так в частности в 1890 году она экспонировалась на выставке в Брюсселе и именно характером колорита вот этими необычными мазками и красочными сочетаниями привлекла внимание посетителей и бельгийская художница Анна Бош сразу после выставки приобрела эту картину за 350 франков. Сады и виноградники Прованса заставляют Винсента вспомнить и о саде возле его родного дома. работа в этот период в этот период жизни Винсента была связана с огромным влиянием на него еще одного крупнейшего художника постимпрессиониста Поля Гогена и собственно сказывается это влияние в том как мастер изображает пространство то есть работа становится более плоскостной по характеру влияние Гогена проявляется и в плотном контуре которым Винсент обводит фигуры в этой композиции и в то же время интенсивность колорита присущая самому мастеру вот эта трактовка фактуры особенный характер мазка делают это произведение одним из интереснейших работ этого периода В Арле художник изображает толпу на арене среди которой художник пишет своих знакомых в этой работе также собственно мы можем отметить плоскостный характер трактовки фигур вот эту широту вместо дробного мазка здесь появляется такая манера писать широким красочным пятном темный контур которым линии которыми обведены фигуры но собственно темы и сюжеты которые волнуют художника в этот период связаны и с городской жизнью и с повседневностью и с впечатлениями от природы так часто живя в Арле художник ходил на берег моря чтобы писать этюды лодок качавшихся на изумрудных и голубых волнах я успел написать лодки пока не отплывали я и раньше наблюдал как они выходят в море но поскольку это происходило в очень ранний час мне все не удавалось изобразить их вот эти белые паруса тоже собственно соответствуют тем настроениям которые которые сопутствовали первому этапу жизни в Арле для художника здесь же он пишет серию полотен порядка 12 картин посвященных подсолнечникам это натюрморты изображающие цветы символизирующие солнце и действительно словно воплощающие цвета и цвета и свет которые связаны с этим удивительным растением он пишет их как натюрморты в вазе он пишет шляпки лежащие на столе много раз возвращается к этой теме ставшей собственно одним из вот таких важных литмотивов узнаваемых тем в творчестве художника одной из основных идей которые владеют в это время Винсентом являлось желание создать мастерскую юга где под этим южным солнцем могли бы работать разные мастера которые образовали бы своеобразную артель основанную на такой взаимопомощи на коллективной работе на каждодневном труде в числе художников которых он видит в мастерской юга Эмиль Бернард а также Поль Гоген которому Винсент отводит роль главы будущей мастерской юга в ряде композиций запечатлен дом желтый домик о котором с любовью пишет Винсент где окна комнаты с зелеными ставнями выходящие на площадь перед домом как раз соответствовали его квартире он изображает желтый домик в разных техниках пишет множество этюдов ожидая приезда своих компаньонов он пишет брату обставляя свое жилье для гостей я отвожу самую лучшую комнату в другой комнате наверху я устрою свою спальню там все будет предельно просто но мебель я выберу вместительную и просторную кровать стулья стол все из некрашенного дерева собственно говоря вот композиция которая и запечатлела вид спальни Винсента в домике в Арле наконец в Арле перебирается и пульгоген художник запечатлел два стула два простых опять-таки предмета которые тоже носят отчасти вот такой говорящий характер стак стул Винсента простой формы с желтым соломенным сидением лежащий на этом сидении трубкой кресло Гогена более изысканно надо сказать что вот эти этюды сделаны в разное время суток мы можем увидеть собственно по одному из аксессуаров что над этюдом соломенного стула художник работал днем на втором над вторым ночью при искусственном освещении собственно горящий светильник также мы можем здесь увидеть надо сказать что Винсент возлагал чрезвычайно большие надежды на такое совместное творчество мастеров которое принесло бы выдающиеся результаты и стало бы ну не только собственно нацеленным на результат но и приносящим приносящим удовольствие от работы я воображал тогда что художники составляют нечто вроде кружка или объединения где царят теплота сердечности гармония пишет он он обращаясь обращаясь к опять-таки к образу поля Гогена пишет следующее великое дело для меня находиться в обществе такого умного друга как Гоген и видеть как он работает но собственно вот эти мечты о мечты о некоторой такой идиллии идиллическом сосуществовании художников с разным характером с разными принципами возможно оказались к сожалению утопичными но тем не менее знаком братства и общности идеалов стали ряд автопортретов которыми художники обменивались в этот период так собственно был написан автопортрет поля Гогена с портретом Эмилия Бернара живя в Арле Гоген пишет и портрет Винсента работающего безусловно над натюрмортом изображающим подсолнечники в Азии но вот эти надежды на то что по словам Винсента в старых темных мастерских художников должны царить настоящая дружба действительно не оказалось невозможно воплотить в тех делических формах которые виделись Винсенту на душе его становилось все более неспокойно и гармония и радость которые соответствовали первым месяцем жизни в Арле сменяются ощущением приближения кризиса и собственно вот эти сложные чувства художник запечатлел в картине ночное кафе в Арле в этой картине я пытался выразить неистовые человеческие страсти красным и зеленым цветом комната кроваво-красная и глухо-желтая с зеленым бильярдным столом посередине четыре лимонно-желтые лампы излучающие оранжево и зеленый всюду столкновение и контраст наиболее далеких друг от друга красного и зеленого в фигурах бродяг заснувших в пустой печальной комнате фиолетового и синего кроваво-красный и желто-зеленый цвет бильярдного стола контрастирует например с нежно-розовым цветом прилавка на котором стоит букет роз белая куртка бодрствующего хозяина превращается в этом жерле ада в лимонно-желтую и светится бледно-зеленым собственно для Винсента Ван Гога чрезвычайно характерно вот это нагружение наделение собственно цвета психологическим содержанием что и делает его предшественником экспрессионизма в живописи вот эти линии линии ракурсов которых ракурсов которых изображены предметы характер вот такой неправильной разбегающейся перспективы ощущение осязаемости света исходящего от ламп которые Винсент теперь передает вот этими такими окружающими каждую лампу кругами мазков передает вот эту передает вот эту вот эти чувства которые в этот момент были соответствовали настроению художника вот это крайнее напряжение от работы пары абсента конфликт который случился собственно с полемгогеном закончились для Винсента чрезвычайно тяжелым нервным срывом художник наносит в себе порыве отчаяния ранения и болезнь в 1889 году приводит его вначале в арльский госпиталь а затем в лечебницу для душевнобольных приют Сен-Реми художник художник написал множество автопортретов в разные периоды и ранний голландский очень много автопортретов было создано им в парижский период когда возможности писать работать с какими-то посторонними моделями у него не было и собственно вот эта череда автопортретов она также показывает нам как менялся его внутренний мир как он переживал те события которые происходили в его жизни ну а во время лечения в больнице Сен-Реми художник вовсе не оставляет кисти и за год пребывания в клинике им было выполнено порядка 150 картин многие из работ этого периода совершенно полноправно считаются шедеврами работы мастера так собственно в период лечения в Сен-Реми он пишет вот эту композицию которая хранится в Эрмитаже Санкт-Петербурге куст сирени в больничном саду где опять-таки мы видим вот этот вот эту характерную его манеру такой дробный мелкий дробный мелкий мазок и скромные натурные мотивы вот эти вот эти садовые растительности тоже выглядят здесь как такие такое воплощение животворящих сил природы в этот же период Винсент создает ряд композиций с изображением вида природных видов где вот таким повторяющимся мотивом становятся вертикальные силуэты кронки парисов к числу наверное наиболее известных собственно произведений относится созданная в этот же созданная в этот же период звездная ночь композиция где небо занимает большую часть пространства картины где также асимметрично слева здесь появляется вот этот темный силуэт кипариса но самое удивительное в этой картине безусловно это мазки кисти которые словно создают словно создают такой вихрь заставляют двигаться и облака и лунный свет который опять-таки словно вот так физически материально исходит от месяца от звезд он продолжает писать цветы в этот период он неоднократно обращается к мотивам к мотивам садового растения ирисов изображает их и открыто растущими в саду изображает их сорванными стоящими в вазе ван гог великолепный портретист помимо автопортретов им в разные периоды жизни были созданы многочисленные портреты в арле среди его постоянных моделей был джозеф и тьен роулин почтальон которого неоднократно винсент изображает а во время во время лечения в больнице он пишет портрет доктора феликса рэя в это время доктор феликс рэй был был практикантом в больнице арле куда ван гога доставили сразу после приступа и современники свидетельствовали что портрет получился удивительно схожим с моделью но собственно вот сам сам человек изображенный на портрете доктор феликс рэй как человек в общем-то далекий от живописи значение этой картине большого не придавал и собственно обнаружена была эта картина где-то в сарае когда позже через десятилетие после смерти ван гога художник шарль камоэн поехал собственно варль по местам где бывал где жил винсент и собственно там и обнаружил этот портрет который также входит сейчас в коллекцию музея изобразительных искусств в москве в этот период винсент пишет также ряд вот таких своеобразных интерпретаций произведений составлявших составивших собственно славу искусства нового времени таково утро отправления на работу такова и прогулка заключенных написано в феврале 1890 года собственно в качестве основы этой композиции была использована гравюра по рисунку Густаво Дорре и вот это подавленное состояние вот это ощущение собственно несвободы ощущение скованности ощущение крушения надежд которое сопровождало этот сложнейший период художника оно нашло здесь отражение собственно в ритме картины в характере цветового решения в характере мазков надо сказать что несмотря на то что начинается первые проблески интереса к живописи художника в это время так в сентябре 1889 года при содействии брата Тео картины Ван Гога приняли участие в салоне независимых Парижа в январе 1890 года были представлены на выставке в Брюсселе как мы уже говорили после этой выставки собственно были приобретены красные виноградники но тем не менее общее ощущение неудовлетворенности а надо сказать что Винсент безусловно много думал и о том что его ну буквально физическое существование связано с помощью с помощью брата Тео поскольку ну картины Винсента не продавались то есть это один из самых гениальных художников в истории искусства и один из самых непризнанных собственно мастеров вся слава Винсента она приходится уже на время после его жизни и при этом в последний год своей жизни он демонстрирует совершенно удивительные качества которые всегда были ему присущи в мае 1890 года в его состоянии наступило улучшение и он вышел из больницы и поселился в местечке Аверсюр Уаз в пригороде Парижа под присмотром доктора Поля Гаше портрет которого он также собственно в нескольких версиях создал и в этот период он по-прежнему много и плодотворно работает в частности удивительным совершенно на фоне вот тех событий о которых мы сегодня знаем выглядит вот эта композиция пейзаж в Авере после дождя пейзаж с повозкой и поездом где дана вот такая завышенная линия горизонта благодаря чему мы видим пейзаж как такую панораму мы видим его словно сверху и ощущение создается ощущение парения над землей и где все дышит чувством жизни где ощущается буквально влажность земли ощущается как влагой напоены травы и совершенно непонятно как в том состоянии которое соответствует чувствам Винсента в это время он может писать настолько проникнутый ощущением вот этой полноты и красоты жизни композиция в других работах собственно вот это беспокойство проявляется в характере ритма в характере ритма линий мазков в частности вот в этой композиции в которой изображены хижины вот этот холмистый рельеф он собственно натуры он дает возможность строить ту самую принципиальную манеру мазка которая обозначает спады подъемы вот этот такой ломающийся ритм и при том что краски здесь достаточно светлы ощущение вот этого такого драматизма которым эта композиция проникнута оно зрителя не оставляет ну и безусловно особенно особенно чувствительно всегда особенно волнительно смотреть на последние работы которые созданы были Винсентом в июле 1890 года в период когда кризис его душевной жизни достигает пика так мы видим здесь широту полей но небо над этими полями затянуто тучами мы не видим здесь вот того яркого светила которое оживляет жизнь вокруг и наверное к самым выразительным работам принадлежит вот это полотно вороны над рожью в котором собственно запечатлены вот эти переживания в самом характере сочетания цветов в характере мазка вот в этих линиях прочерчивающих фигуры графические обозначения фигур летающих птиц ощущение предчувствия жизненного финала ощущение ну вот такой кульминации действительно кризиса душевного который случился в это время с Винсентом в этой работе удивительным образом тоже оказался запечатлен 27 июля Винсент как и обычно отправился работать отправился рисовать потому что несмотря на болезнь несмотря на душевное вот такое сметенное самочувствие он не оставлял кисти и в это время но закончился в этот день собственно его поход трагически Винсент был Винсент нанес себе смертельную рану выстрелив из пистолета в полдкому и ночью 29 июля скончался было ему всего 37 лет очень скоро после смерти Винсента не стало и его самого близкого в жизни человека поскольку Тео ненадолго пережил старшего брата всего лишь на несколько месяцев но завершать собственно рассказ об этом художнике не хочется на вот такой печальной ноте надо сказать что и современники ощущали значимость его наследия так Поль Гоген уже опять-таки через 10 лет отдаст дань памяти Винсента Ван Гога использовав вот такой ключевой мотив его полотен в своей композиции напишет свои подсолнечники что же касается общего значения Винсента Ван Гога для истории искусства то мы можем сказать что безусловно он предвосхитил искание искание многих авангардистов 20 века к числу которых можно отнести и фавистов и собственно всех художников которые тяготели к экспрессивному выражению цвета вот это умение передать через простые вещи внутренний мир свои ощущения это уникальная на самом деле способность мастера и его отношение к живописи наверное в целом можно подытожить его же собственными словами в одном из писем он написал следующее в живописи есть нечто бесконечное не могу как следует объяснить тебе что именно но это нечто восхитительно но это нечто восхитительно передает настроение в красках заложены скрытые созвучия и контрасты которые взаимодействуют сами по себе и которые иначе как для выражения настроения нельзя использовать собственно говоря в этом отношении да в отношении как раз какой-то квинтэссенции да в формулировке как в художественной так и в словесной тех исканий относительно цвета и выражения наверное и заключена главная сила воздействия искусства Винсента Ван Гога ну и собственно мы подошли к завершению этой темы хотя безусловно Винсент относится к тем мастерам которым хочется возвращаться снова и снова и судя по тем вопросам которые здесь я вижу поступают от слушателей это совершенно справедливо закончить собственно хотелось бы работой которая тоже относится к позднему периоду творчества Винсента Ван Гога но выражает не вот это ощущение катастрофы да которую мы неоднократно собственно можем обнаружить в его работах а вот этой работой которая тоже является постоянным мотивом это один из излюбленных собственно мотивов живописи Ван Гога это цветущий миндаль работа которая хранится в музее Ван Гога в Амстердаме что же касается относительно цен вот есть вопрос относительно относительно справедливости того собственно верно ли что сейчас секундочку у меня как-то исчезли к сожалению исчезли вопросы ну вот был вопрос относительно того почему собственно Винсент Ван Гог является ну самым продаваемым и самым вот таким одним из самых дорогих художников собственно уникальность его манеры вот это умение умение передать ощущение собственно от жизни от природы передать зрителю наверное является самым главным достоянием живописи Ван Гога именно соответствие вот этого творчества своим задачам да желанию выразить то что наполняет душу и в общем-то цена на произведение искусства это предмет относительный да мы знаем что часто при жизни художники остаются непризнанными к таковым относятся и например тот же Амедео Модельяне и многие другие мастера а настоящую ценность понимают уже потомки да либо поколения идущие следом но что совершенно совершенно абсолютно это безусловная значимость живописи Ван Гога в целом для гуманистической картины мира да если хотите для самоощущения человека для безусловно конечно и для живописи тоже и в этом отношении совершенно замечательно что мы действительно можем читать его собственные слова и соответственно соответственно как-то прикасаться к его жизни ну вот к сожалению я как-то не очень хорошо у меня проворачиваются вопросы значит ну ожидаемый ответ ну собственно говоря ценность не видите ли я отношусь к исследователям которых меньше всего на самом деле волнует ценность того или иного произведения в материальном эквиваленте и для меня гораздо важнее собственно общая вот такая культурная ценность вклада того или иного мастера и мое отношение к этому мастеру собственно выражено в том что в короткий курс из 10 бесед я посчитала невозможным не поставить собственно имя Винсента Ван Гога спасибо большое за внимание до следующих встреч у нас еще есть несколько замечательных художников о которых мы дорогие друзья я вижу сегодняшний вебинар вызвал достаточно серьезную такую если не дискуссию то количество реплик в чате это здорово видимо чем ближе мы подбираемся к нашим временам тем больше будет активность нашего виртуального зала спасибо Марине за замечательный вебинар сегодня и тема была замечательная про Ван Гога всегда приятно слушать и интересно смотреть я напоминаю что Марина каждый месяц ведет вебинары приходите на вебинары ее циклы посвященные истории искусства а вас я жду на всех вебинарах Директ Академии которые бывают каждый день в 12 часов за редким исключением некоторые вебинары бывают позже например вебинары Марина Орешко который состоится завтра ну что ж всем всего доброго до новых встреч в Директ Академии в Директ Академии